Здравствуйте, вы на канале про продукт. Как и в какой посуде хранить дома мед. Продукт, производимый пчелами, является кладезью полезных веществ, которые долго остаются сохранными. Пыльца, находящийся в меду, активирует всю биохимию организма, омолаживает его и дает жизненные силы. Существует много правил, как хранить мед в домашних условиях, которые позволяют пользоваться целебным продуктом на протяжении нескольких лет. Хозяек может волновать вопрос, при какой температуре хранить мед для сохранения качеств и полезностей. В месте, где будет стоять целебная вязкая жидкость, режим должен быть выдержан в пределах от минус 5 градусов до плюс 20. Совет. Перегревание меда недопустимо. При достижении 40-градусного значения в меде разрушаются ферменты и витамины, остается лишь сладость. Процесс охлаждения не так вреден для продукта пчеловодства. Если часто меняется место хранения и температурный режим в каждом помещении, заметно отличается. Произойдет неравномерная кристаллизация вещества. Важно, в какой посуде хранить мед. Гигроскопичный продукт хорошо вбирает влагу извне, разжижаясь, начинает бродить и портиться. Важно обеспечивать максимально плотное закрытие емкости с сырьем. Лучше всего хранить мед при комнатной температуре в стеклянной банке, ивовых бочонках, бочечке из хвойных пород, дуба и иных деревьев, непригодны для этой цели. Отличным вариантом будет глиняная и эмалированная посуда. Можно хранить в пластиковых контейнерах. Не подходят необработанные глиняные емкости, поскольку будут вбирать в себя всю влажность. На вопрос хозяюшек, можно ли хранить мед в пластиковой таре, ответ утвердительный, но с оговоркой, что это пищевой пластик. Почему не рекомендуют чаши из железа, объясняется большой вероятностью реакции с сырьевым составом. Нельзя хранить продукт пчеловодства в алюминиевой посуде, как и в медной и оцинкованной, поскольку химическая реакция металла с составляющими сладкого лакомства образует ядовитые вещества. Когда продукт приобретен или получен на собственной пасеке, возникает вопрос, где хранить мед. Надо знать, что под воздействием солнечного излучения, количество витаминов и ферментов сладости сокращается при сохранении вкусовых качеств и цвета. Лучше хранить мед в прохладном, лишенном света месте, в хорошо закрытой емкости из стекла. О сроках хранения продукта пчеловодства Экспертное мнение, сколько можно хранить мед, неоднозначно. Считается, что с течением времени продукция дозревает и становится более ароматной и вкусной. Если знать, как правильно хранить мед, то его годность не ограничена. Но это касается только натурального продукта, у которого отличные консервирующие свойства. У древнерусских монахов был предпочтителен двухлетний или трехлетний пчелиный продукт. Они знали, как хранить мед. Гостовские сроки, сколько лет годен промышленно произведенный натуральный мед и монофлорная продукция, определены одним годом. Дикие пчелы хранят лакомства многие года. О возрасте пчелиного семейства узнают, рассмотрев цвет зрелой продукции в улье и считая кольца на стволе дерева. Рекомендации. Продукцию пчелиной работы в квартире нужно хранить, используя фляги для большого количества и в бутылке для среднего. Хотя допустимо содержать продукт во многих емкостях, стаканах или тубах из алюминия, но окрашенных изнутри с помощью пищевого лака, молочных бидонах, влагонепроницаемо пропитанные гофростаканы и прочее. Оптимальной плюсовой температурой считается режим от 10 до 20 градусов. Воздух вокруг должен быть влажным на примерно 60%. При домашнем содержании сырья необходимо выбрать лучшее место – в кухонном шкафчике, но подальше от отопительных приборов, кладовой под окном. Подойдет балкон либо лоджия. При ненадлежащем содержании продукция быстро кристаллизуется и засахаривается. Чтобы разжижить лакомство, берут небольшое количество меда, нагревают воду и держат в ней емкость сырьем. Большое количество продукта разогревать не следует, чтобы не забродил и не потерял своих свойств. В меде много пользы, которую он дольше сохраняет, если соблюдать правила по хранению. Соты с медом могут не портиться целые века. Но чтобы использовать пчелопродукт в лечебных целях, берут свежайшую или годовую упаковку. Не всем известно, как хранить соты, в которых содержащееся сырье наиболее полезно. Естественные рамки сотового материала не позволяют сладкому составу засахариться. Прежде того, как хранить мед в сотах, занимаются определением увлажненности помещения, в которое определят рамочки. При уровне выше 60% возможно раскисание естественной упаковки. Если воздух будет сухим, возможно появление моли либо плесени. Правильно хранить соты в положительном температурном режиме, определенном 3 градусами и больше, но не выше 10. Поблизости не должно быть фруктов и овощей, никаких химикатов, иначе лакомство напитается нетипичными и вредными пары. Когда дома нет прохладной кладовой или погреа, хозяйки задаются вопросом, можно ли хранить мед в холодильнике. Специалисты дают рекомендации, что баночный и упакованный в пластмассовый контейнер сладость хранят при минусовой температуре 5 или 6 градусов. Не стоит сомневаться, можно ли хранить мед на морозе до 20 отрицательных значений. Низкий режим лишь сделает продукт твердым, а пользы от него меньше не станет. Несколько рецептов для здоровья. Иногда в мед дополнительно добавляется пыльца. Если к этой смеси добавить сливочного масла, чтобы все ингредиенты были в равных количествах, то это поможет диабетикам. Прием смеси необходим перед завтраком и ужином 2 месяца. Но могут быть и противопоказания, поэтому лучше посоветоваться с доктором. Продукция с пергой, то есть с неизрасходованной пчелами пыльцой, сохраняют для пчелиного расплода в периоды, когда нет цветения. Главное, обеспечить такие условия, чтобы продукция во время сохранения не засахарилась. Пчелиный продукт с маточным молочком активно используется в косметологии, придавая пациентам омолаживание. Зимой в России часто употребляют редьку с медом от кашля. Редичный настой помогает всем, от мала до велика. До следующего выпуска и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok